Тэээксили, жопу поместили! Я сегодня снова со своим стаканчиком. Надеюсь, что он сегодня не прольётся. Также я надеюсь, что вы не против хэллоуинского фона, потому что он всё ещё тут существует, и мне очень холодно здесь уже находиться. Я так и не могу расстаться со своим балконом. Мне очень грустно, потому что я понимаю, что через пару дней будет уже минусовая температура. И мне уже и так очень холодно. Я практически ничего не делаю в гостиной, она у меня просто не функционирует, потому что я сижу, отогреваюсь в спальне. Поэтому скоро мы с вами переедем в гостиную, и с балконом придётся попрощаться. Перед началом этого видео очень сильно тебя попрошу поставить лайк и написать комментарий. Твой комментарий очень сильно важен. Прям очень сильно. Спасибо вам огромное, что вы меня поддерживаете. Не плачь, кот! Огромное спасибо вам за поддержку. У нас уже с вами 300 тысяч стукнуло. Я просто в шоке. Я в шоке, потому что недавно нам не было никого. А уже 300 тысяч. Спасибо огромное. Блин, читаю ваши комменты, просто умираю. Всё, давайте начинать, ребят! Тут свои стрелы, стоп, бля! Тут ваша шопа! Сегодня мы с вами будем проверять гадалку по вашим историям. Хочу также вам сказать спасибо огромное за доверие, потому что я читаю все ваши истории. Они все проходят через меня. Но вы понимаете, что не все я могу взять конкретно в ролик. Но я всё вижу, я всё читаю. Да, не каждому могу ответить, но я мысленно со всеми вами. Ребят, держитесь! Держитесь! Знаете, ещё не с такой жопы вылазили! Я нашла новую гадалку на Авито. И сейчас я вам зачитаю историю моей подписчицы. Ситуация не очень хорошая. Я встречаюсь со своим парнем с 13 лет. Мне уже будет 17 в декабре. Мы очень сильно любили друг друга, думали, всё идёт к свадьбе, но лично я бы не хотела этого так рано. В 25 уже решать можно. Ссор с ним стало много. Пустяковый, на ровном месте. Я и сама иногда не сдерживаюсь. Возможно, поднадоели уже друг другу. И я решила взять паузу. Он согласился, но весь разговор происходил у него дома. Мы выпили достаточно много. И он начал меня целовать, трогать, я его тоже. И он сказал, давай займёмся этим и возьмём паузу. Я понимала, что чувства взяли вверх и подумала, почему нет. Через пару часов я ушла домой. Мы в хороших отношениях, просто не видимся больше. Решили на две недели пока расстаться. И сейчас у меня началась задержка. Я чувствую себя странно, а такого раньше не было. Я не делала тесты, никому об этом не говорила. Мне страшно. Я хочу позвонить ему и получить поддержку. Но недавно я узнала, что он уже гуляет с другой компанией, с другими девушками. Я боюсь, что если скажу ему о своих переживаниях, он просто пропадёт. Пожалуйста. Я боюсь даже покупать тест. Боюсь, что об этом узнает мама. Что я хочу сказать по этому поводу. Не бойтесь, девочки. Пожалуйста. Если вы попадаете в такую ситуацию, поверьте, бывает такое абсолютно с каждой девочкой. Да, может быть не в 16 лет, может быть позже, а может быть и раньше. Я понимаю, что воспитание у всех разное. И очень здорово, когда твой родитель тебя поддерживает и не осуждает за такие вещи. За такие вещи так с канала, знаете, как будто я не знаю, мы там людей убиваем. То, что нужно сделать прямо сейчас, это пойти купить тест, либо его заказать и его сделать, чтобы понять, как действовать дальше. Не переживай. Абсолютно всё бывает в этой жизни. Главное, держать себя в руках. Это не самое страшное, поверь мне. Самое страшное, это, ну, когда ты уже умер. Ну, знаешь, когда ты умираешь, в принципе, тебе уже всё равно. Спасибо, что ты пришла ко мне с этой историей, я это очень сильно ценю, правда. Спасибо вам за доверие, блин, ребят, такое читаю, блин, вообще хуже, я такое читаю, спасибо. Но, пожалуйста, к гаданию все относимся скептически, не надо верить этим ведьмам-зарлатанкам. Прислушиваемся, проверяем, прокручиваем в голове, и только потом к чему-то приходим, а не сразу. Это ведьма мне нагадал. Ну, всё, и давайте начинать. И что это? И что это? Обосрал всё. Да хватит уже меня пугать. Что такое? Ну, пожалуйста, ну, чё это как говно, блин, теперь будет? Не, ну, не падай. Так, быстрее, быстрее. Пока ничего не упал. Говнина. Так, нормально? Ну, сейчас же опять, да, всё испортится. Не надо. Здравствуйте, могу ли я заказать у вас расклад? Здравствуй. Да, можно. Напишите свой вопрос, как меня нашли. На Авито. У меня есть молодой человек. Мы вместе уже 4 года были обсуждения свадьбы и прочее. Но я понимаю, что пока не готова. Начались ссоры с ровного места. С моей стороны. И с его. Видимо, приелись друг к другу. Я предложила взять паузу в отношениях. Он согласился. Во время этой паузы я узнаю, что он общается с новой компанией. С другими девушками. И сейчас у меня большая задержка. Я не делала тест. Мне хочется ему позвонить и рассказать. Но я очень переживаю. Боюсь, что всё станет только хуже. Можно посмотреть, беременна ли я. На тебе, на тебе. Только попробуй упасть. Хорошо. Хорошо. Что? Думаете, я не справлюсь с этой ситуацией? Ты сейчас как справлюсь с этой ситуацией? Ты меня не хочешь? Ай. Сейчас я всё сделаю. А вы в меня не верили? Конечно, вот я всё сделала, младчинка. Можно посмотреть, беременна ли я и стоит ли ему говорить? Тарологи, вот кто у меня есть, кто занимается тарой. Напишите, пожалуйста, можно ли по тарой посмотреть, беременна ли ты? Мне очень смешно, как я поставила этот вопрос. Ну и что? Ууу, конечно, жесть. Да, посмотрю. 900 рубликов скиньте на карточку, жду и начинаем расследование. Ну, хотя бы там не миллиардулю в рублей. Good bye, my money! Перечислила. Ну ты не пугайся, если беременна. Это, конечно, страшно, не дай бог, но норм. Не дай бог. Многие через это проходят. Начинаю. Итак, ребята, она мне скинула фотографию. Суть крест, вода, кукла. Первый вопрос я спросила про его отношение к вам. Он думает, что может вами манипулировать. Думает, что прибежите, если он свистнет. Но также питает к вам душевную любовь. Все карты плохие, но вода ослабляет их действие. Он устал уже, боится показать истинное я вам. Чувствует, что обязан, но хочет избавиться от этого. Я думаю, что больше у него нет тех чувств. Ну не переживайте, ладно, бывает. Получается, у нашего суженого-ряженого остались просто теплые чувства, как к человеку, с которым он долго. Но отношения с нами, как я понимаю, не хотят. Так, пожалуйста, только не плачь, если ты смотришь это видео. Только не плачь, пожалуйста. Каждый раз чувствую какую-то огромную ответственность. И каждый раз, мне кажется, я беру это все на себя. Я понимаю, что если бы мне сказали, что мой парень, которого нет, меня уже больше не любят, я бы вообще, знаете, скандал устроила, истерику. Вопрос. Беременны ли вы? Я думаю, что нет. Карты не подходящие. Скорее всего, вам дана была... Радуйте! Скорее всего, вам дана была ситуация для чего-либо. Дальше посмотрим это. Но легкая добыча не может быть матерью. И карта шут. Знаете, о чем говорит? О нестандартности мышления. Интересно все. Но нет, вы не беременны. Не чувствую, не вижу, точно могу сказать, что нет. Но тест лучше сделать. Лучше сделать тест. Итак, что мы с вами пока что узнали? Парень наш ковел, который нас не любит и скрывает все. И то, что мы не беременны. Знаете что? Я считаю, что в принципе, то, что парень не любит, это вообще плевать. То, что не беременна, вот это важнее всего. Это важнее. Короче, да, пофиг. Пофиг. Главное, что не это. Нет, я не против детей. У меня есть младшие братьки. Я их люблю очень сильно. У нас с ними очень большая разница в возрасте. То есть, по факту, я могла родить. И это бы уже считались как мои сыновья. И вот, например, у меня есть старшая сестра, которая мне старше на 3 года. И старший брат, который мне старше на 5 лет. И у меня к ним отношение совершенно другое. Вот мы были прям, знаете, вот этими вот забияками, задирами. Меня постоянно задирали. Меня постоянно отбили, потому что я была самая младшая. Меня ненавидели. И у нас с ними отношения совершенно другие. А вот с моими братьями, которые у меня, они просто маленькие. И я к ним отношусь не с каким-то, знаете, соревновательным моментом, с какой-то ревностью. Нет, я их уже так люблю, как будто это мои дети. Но детей я не хочу. И все. И я считаю, что лично для меня это очень рано. И я этого очень сильно не хочу. Настолько мне страшно, что мне снятся сны. Я вам рассказывала об этом в телеграме, что мне, я прям помню, в неделю приснилось несколько снов, где я рожаю уже ребенка, но я его отдаю. Я звоню маме и говорю, мам, придумай, как его куда-то отдать. Боже, это ужасно, да? Простите, наверное, это не стоит рассказывать. В общем, всему свое время. Всему свое время. Вот когда мы выйдем там через лет десять. Тогда можно. А сейчас извините, я сама еще ребенок. Для чего вам дана эта ситуация? Ну тут явно все. Вам нужно очиститься и освободиться от заблуждений. И карта госпожа это вы. Она ничего не рассказывает. Это просто указатель вас. Вот вы госпожа. Вопрос закрыт. Ты, слушай, как интересно ты все, конечно, рассказываешь. Знаете, что еще посмотрела? А вот как он отреагирует, если вы поделитесь с ним переживаниями? Скажете, ну вот. Я думаю, что беременна, так и так задержка. Он в шоке будет однозначно. Икс Джеот. Это что такое она мне написала? Что это такое? Ты что, сломалась? Сразу будет искать пути. Будет думать, что же делать. Подумает, что тем самым его жизнь только ухудшится. Он будет в тупике. Будет чувствовать, что он связан. И это не по его воле. И, скорее всего, на фоне этих мыслей будет думать, как предложить вам сделать обор. Карта бездетность об этом говорит. Ему это не нужно. Он вас никак не поддержит. Возможно, в лицо скажет. Ну, давай выяснять. Не переживай, все будет хорошо. Но, знаете, это будет так. Сухо. Внутри у него будет буря большего. Бушевать. Ой, да знаете. А покажите мне того мужика. Какого-то, знаете, молодого. Покажите мне парня, вот которому скажешь. Я беременна. А он такой. Ура! Я буду отцом в 17 лет. Мне кажется, большинство реагирует вот так конкретно, как она и описала. Буря эмоций, желание уйти, заставить сделать аборт. Ой, как-то это все, конечно, обсуждать, если честно. Мне почему-то вот эти вот темы не очень тяжело. Мне тяжело. Еще, знаете, обидно. И не то, что обидно, а больше как-то тяжело. Потому что мне такой комментарий написали, что зачем ты даешь советы, если ты сама не в этой ситуации. И ты, например, в ней не была. Вот что-то вот в этом духе мне написали. И я, чувствуя всю ответственность, ребят, я вам каждый раз говорю, пожалуйста, ну не слушайте никого. И так работает, что вам 10 человек дадут советы, вы сделаете так, как вы хотите. Вам 10 человек скажут, не надо! Вы все равно надо! И пойдете. И набьете свои шишки. И так у нас и работает. Мы редко прислушиваемся к другим людям и даже к близким. Но по своему опыту знаю, что когда чем больше тебе людей скажут, тем легче тебе принять решение, особенно если ты между чем-то выбираешь. Вот лично у меня вот так вот. Что если я не знаю, куда там, что выбрать из двух золоток, скажем, спрошу маму, бабушки, у друзей, и прислушаюсь к мнению большинства. Но сделаю так, как я хочу. И я понимаю, что сейчас многим в голову придет очевидный вопрос. А зачем тогда вообще спрашивать, если ты сделаешь так, как ты хочешь? Ребят, я не знаю, как это работает. Конкретно у меня вот так, что сделаю, как хочу, но надо спросить у миллиона людей. Вот. И конкретно у меня дело не в том, что я перекладываю на кого-то ответственность в этот момент. Нет, мне просто легче и увереннее так принимать какое-либо решение, которое для меня важное. Продолжаем! Что это мы тут? Разговорились. А вот если вы все же окажетесь беременна, и прям вот тесты ему покажете, что тогда будет? Какая реакция у него? Тупик у него. И смерть. Сольется с вас, уйдет, скажет ребенок немой, мне это не нужно, а возможно даже говорить ничего не будет, просто уйдет. Жизнь будет начинать с чистого листа, не нужно ему это. Что за мужики пошли? Стикер, знаете, такой подходящий прислала, надеюсь, это не моя подписчица сейчас. Ну знаете, дети, не дай бог. Они у меня правда есть, но больше не дай бог. Что непонятно? Спрашивать будете? А это конец уже? Нет, просто спрашиваю, что непонятного. Почему-то меня наезжают. Все понятно пока что. Ок, дальше. Что он хочет вообще сейчас? Он хочет освободиться от всего и жить полной жизнью. Поменять все хочет по луне и тратам. Можно сказать, что он хочет пить, курить, тратить деньги. Но катарсис это очищение. Он переосмысляет себя. Возможно, неделю он пил, курил, а тут раз! И заново жить. Настя. И я не Настя. И подписчица моя не Настя. Что вам нужно делать в этой ситуации? Что делать с ним? Вам нужно найти выход. Вот вы сейчас сходите по лабиринту. А не надо! Не надо! Вы, как на коне, должны скакать и преодолевать препятствия. И вот Лилия говорит о гармонии, о чистоте. Вот не бегайте за ним по лабиринту. Лучше займитесь собой. Не нужно писать, звонить. Сами пройдите это испытание. Вы сможете, да! А он будет копаться в себе сейчас. Если вы сейчас к нему придете с выяснениями, это ничем хорошим не кончится. Забыть его получается. Заняться собой. Если нужна, он придет и ноги будет расцеловывать. Если не будет, то он вам такой не нужен. Нет, не нужен. Конечно, нет. Надо сделать все пяточки, ноготочки, волосы. Простите. Простите, но я что, специально? Ну, вырывайте мне иногда. Что вы так смотрите? Да, иногда у меня на ногах волосы. Молчи. Уголайтесь. Пусть разбирается в себе. Ему нужно это время. Я помила. Спасибо. Обращайтесь еще. У нее такие стикеры классные. Я почему их раньше нигде не видела? Смотрите, какой. Так как мы с вами не знаем, права гадалка или нет, я попрошу свою подписчицу дать комментарий. Правда ли то, что она сказала или нет? Окажется ли правдой то, что моя подписчица все-таки не беременна? То, что она мне ответила, я вложу в свой телеграм-канал. Итак, что мы с вами выяснили? Чувств у него прежних нет. Он хочет разобраться в себе, хочет все отпустить. Ему надоело, в общем, жить той жизнью, которой он жил ранее. И на новость про беременность, про задержку он отреагирует негативно. Честно, совет очень простой. Сделать тест, заниматься своей жизнью. Все, оставить его, пусть думает, пусть разбирается. Не трогать. Такое бывает у людей, выгорание, непринятие себя, поиск себя. И, конечно же, очень многим хочется в этот момент остаться одному. Поэтому не нужно бегать за человеком. Пусть он делает, что хочет, а ты тоже ищи себя. Потому что мы молоды, у нас все впереди. Надо искать себя, надо находить новые хобби, увлечения. Не останавливаться, не думать последним в зубах. Стоять, кстати, вот эти, последним в задницу. Ну, а на этом было все. С вами была Аня Портер. Я вас очень сильно всех люблю. Всем пока. Ну вот. Я даже не попила ни разу. Я считаю, что, знаете, что успех. Субтитры сделал DimaTorzok